Последний день конкурса профессионального мастерства пояс и путь в Чунцине стал самым сладким. Гости мероприятия наблюдали за состязаниями лучших кондитеров, а те вовсю выпекали коржи, взбивали кремы и растапливали карамель. От изящных изделий нельзя было отвести глаз, а какой волшебный аромат сопровождал создание шедевров, можно только догадываться. Сегодня мы пекли торты и соревновались в изготовлении сахарной скульптур. Я готовилась конкурсу в Ханчжоу на протяжении месяца. Принимать участие в нем – большая честь. А еще прекрасная возможность познакомиться с коллегами со всего мира и узнать что-то новое. По условиям соревнований на изготовление изделий участникам отводится строго определенное время, и это, конечно, дополнительный источник стресса. Однако конкурсанты с честью справились с испытанием. Помог им в этом высочайший уровень мастерства, но немалую роль сыграла поддержка учителей и товарищей по команде. Так эксперт-наставник команды Сербии очень волновался за своих подопечных, но результатом он доволен, ведь уровень подготовки участников значительно вырос. Эти соревнования задают очень высокую планку, от конкурсантов ждут безупречного профессионализма. Тем не менее, мои ученики готовы бороться за награды. Я наблюдал и за работой участница из Китая. Она блестяще себя показала. Думаю, у нее хорошие шансы на победу. Поборолись за первенство и представители еще одной профессии, требующей высокого эстетического чутья – парикмахеры. В этом году на конкурсе представили новинку – специальные сенсорные зеркала. Умные панели фиксировали весь процесс преображения модели, контролировали время исполнения заданий и обеспечивали коммуникацию участников с судьями. Мы оцениваем уровень участников с нескольких сторон. Первое – организация работы, включая расположение инструментов, окружающую обстановку, а главное – здоровье и безопасность клиента, ведь это приоритет для любого мастера. Второе – навыки общения и забота о клиенте. Третье – техника стрижки и окрашивания, навыки укладки и оформления бороды. Второй международный конкурс профессионального мастерства «Пояс и путь» продлился три дня. В нем студенты профильных учебных заведений из шести десятков стран и регионов боролись за первенство в 18 компетенциях.